Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Трудно найти человека православного, который ходил бы в храм и не слышал вот эти слова. А теперь спроси, а кого надо бояться? Вот откроем разные издания Библии. В одной Библии написано так. У сектантов у всех почти не дается. По синодальному изданию, в этом синодальное тоже не одинаково печатает, того, кто с маленькой буквы или с большой. Если с большой буквы, значит больше Бога, а с маленькой, значит больше дьявола. Одна буквы что означает? Чтобы не оказаться в гиене, а в гиену ты дьявол затаскиваешь. А сектанты говорят, что Бог никого в гиену не отправляет, да и гиену не признают. Так а нам православным как? Видите, какая раздвоемность. Это на одной букве. Нам-то и православным очень легко, если у нас есть послушание в церкви. Блаженный Асифилакт говорит так. Наказание в гиене страшнее смерти, потому что обыкновенно убийца губит одно тело. Душе же иногда доставляет благо. Потому что пострадал и у Бога. Тогда как Бог ввергает гиену, казнит и душу, и тело. Все с самого места. Бог с большой буквы. Значит, кто? Бойтесь кого? Бога. И никогда не колебритесь. Только Бога бойся. Вот теперь утешительно. А если дьявола еще не хватало, и дьявола боятся? Да нигде в Писании этого нет, чтобы дьявола боялись. Написано, ступай на скорпиона по змею, поражай. И будет поражать тебя в голову. Он по ноге его нам бросил, Господь. Значит, абсолютно точно бояться надо Бога, только Бога, единственного Бога. А вот теперь мы и посмотрим. А что такое гиена? Иные не могут писать, и прямо пишут гиена. Да нет, не гиена. Тут посложнее дело. Ги-и-и-на. Две буквы Е и две Н. Слово гиену в Библии встречается 13 раз. Вполне достаточно, чтобы определиться, что это такое. В Евангелии только трое упоминают о гиене. А четвертое не упоминают. В этом что-то есть, ни один святой не говорит. И я не знаю. Я беру только данные, которые есть и на Дальной Библии. Иакоб говорит, что мы пользуемся гиеной каждый день. Прямо туда опускаемся, сосудом черпаем там в аду, в этой гиене. И он говорит так. Язык воспаляется от гиены. Язык. Когда говорит злое человек, поносит другого, смертоносным ядом. А ты от кого узнал? Да мне такая-то сказала. У меня было такое. Пустили худую молву. Думаю, дай-ка я один раз узнаю от кого. Да кто сказала? Сказала такая-то. Пошел к той. Рядом работаем. Ты говорила так, говорила. А я пошел, работал плотиком, в руке у меня топор. Она смотрит не на меня, а на мой топор. Говорила. А кто тебе сказал? А вот та-то. Я к той подхожу с топором, иду уже, топор просто с рукой держу и трясу движение им делаю. То есть все понятно уже что-то. Я говорил, я сама это придумала. Я говорю, не сама ты сказала. Это от Гиены. Начал ей свидетельствовать. Но, видимо, не очень убедительно, а не обратилась. Но топора все-таки, топора на это запомнила. Вот если бы Господь каждый раз нас к чурке подстаскивал, когда мы в Гиену-то идем туда заглядываемся, наверное, было по-другому. Что такое Гиена? Это долина, это Еном, недалеко от Иерусалима, где в честь языческого бога Молоха сжигали детей. В жертву приносили. Эта долина оглашалась криками убиваемых детей. Это написано в третьей книге Царства, одиннадцатый глава седьмой стих. А после туда сбрасывали, сваливали трупы казненных злодеев и животных, и всяких вещество, и сжигали их там. И оттуда смрадный запах поднимался. Не закапывали, а сжигали. И после этого стало обозначать Гиена, вечное мучение. Означается, вечно возобновляется, подбрасывает новые трупы, опять горит, смердит, с ним на скалке ходит. И Гиена она никогда не гаснет. Вот теперь нам понятно, что такое Гиена. Чтобы там, вечности, это прообраз около Иерусалима. Это узкий овраг, куда все это сбрасывали, на долине Ену. Матфея, пятая глава, двадцать второй стих. Кто скажет безумный, тот подлежит Гиене. Страшно. Безумный означает дурак. Сколько за этим словом стоит? Вот сегодня часто говорят, это безблагодатное. А там ничего нет. А это не церковь. Это в миллион крат больше, нежели просто сказать на человека безумным. Никто не назовет и признает Иисуса Господом, как только Духом Святым. А что, у бактиста, разве может им какая-то благодать быть? О чем ты говоришь? У них люди обращаются. Обращаются. Благодать призывающая нет, и благодать обращающая. У них нет благодати освящающих, нет священства. Вот у них не хватает, совсем кажется, немного, а это очень многое. Уже вне церкви. Кто скажет? Скажет, я не знаю, а ты эритик. Ты уже подлежишь Гиене. Я-то от этого не потеплю, что-то меня эритиком назовет. Скажи, я не знаю, я вижу вот здесь. Не по Писанию. Вот это ты можешь сказать. Матфея 23.15. Такие деятели обходят море и сушу, чтобы обратить одного из них к себе. Море и сушу там из Греции, из Америки приезжают. И делаете его сыном Гиенны. Худшим себя в несколько раз еще. Книга Белитв, 19 глава, 14 стих. Говорит так. Я хочу остановить внимание на слове бойся. Итак, бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить гиене. Посмотрим. Все Писание говорит, кого нам надо бояться. Перед слепым не клади препятствий. Сегодня сколько этих препятствий приложили? Люди не знают ничего. Их заказки куда-то в разные сестра идут. Наше положение-то сегодня почти двойственное уже. Мы смело поминаем Лавра, Митрополита, Русской Торубежной Церкви. А вы заметили, с сегодняшнего дня мы не понимаем и тихие Тишинского Сибирского. Это просто и тихие, и все. Потому что это будет не соответствовать действительности. Пока мы два слова вычеркиваем. Завтра может прийти от него указ, как он уже идет, что поминайте теперь Патриарха, прямое указание. После него поминайте Лавра. А после него поминайте уже нашего истихия. Как только придется это указание, значит, наступает новый этап в нашей жизни здесь. Мы не должны бояться их. Ян Затауст говорит, я никого так не боюсь, как епископов. Ян Затауст, сам Патриарх, и боялся епископов. И при том это говорят все святые отцы. Ну, первый, конечно, святой отец Павел из Тарса. Из вас самих потом трилютые волки, не щадящие от сада. У них задача стоит уничтожить наши приходы. Об этом ни разговора ничего не было. Мы признаем, все, я за Патриарха молюсь. Но сегодня вещь идет не о том, чтобы поминать Патриарха, признание его. Как это мы поминули, все, они уже ставят на нас крест. Мы уже полностью перешли к ним. На это мы пойти не можем, об этом надо молиться. То есть они перешагнули все грани. Дальнейшее может так быть. Они на страх предупреждения. Я вам говорил, самое главное сохранить священника. Самое главное. Они знают это. Как раньше деревню, когда закрывали, первым делом перевязали артерию школу. Образование. Народ разъезжается, детей это учить надо. Так и сейчас. Священника запретить. Пока никого еще не запретили. Но мы стоим прямо на грани здесь. Но так как мы послали уже прошение в стенок, просто так нас сейчас обезглавить, без священника сделать, они не решатся. Но их там в патриархии будут на это побуждать. Я вам говорю, о чем нужно молиться. Не бойтесь никого. Меня может завтра не быть здесь. Но эти слова пусть у вас все время перед вами будут. Не бойтесь убивающих тела. Они ничего не могут сделать с нами. Мы можем быть без причастия, без священника сто лет. Потому что от нас это не зависит. 47 лет Мария Магдарина была в пустыне. Это египетская пустыня. Причастилась. А другие со всеми причастились. Возможности не было. Как будто советского. Но нет священников. По 30 лет сидели в тюрьме. Они нас загоняют в детство. В буквальном смысле. А если это придет сейчас непосредственно от Лавра, не подчиняемся. Они сразу перерезают нам, а батюшку запрещают. Теперь просьба уже будет к батюшке, если он запрещенный будет здесь. А он будет запрещенный. Непременно. Они на это стоят. Им главное патриарха поминать. Как будто бы я патриарха не помяну, ему двери в рай уже закроются. Тут понятно, что чисто политический момент. Тогда я бы просил уже батюшку и всех молитвах, чтобы батюшка ничего из священной действий не совершал. Стал бы ладимый среди нас. Он не запрещенный. Дальше, если только батюшка будет дальше совершать, да мало что вы скажете мне то другое-то, они сразу снятия сана. А вот когда он будет один среди нас, когда они это беззаконие сделают, Бог восставит нам столько помощников, столько ходатай, они свои указы скажут, як и не бывшие. А то у них всегда так было. Вы поняли, какая программа сегодня? Не бояться. Нам бояться нечего. Мы ничем не согрешили. Я повторяю, ни одного дня у меня не было, чтобы я не молился за Папу Римского. Я каждый день молюсь за Старообрядческого Корнилия. Каждый день я молюсь за всех евреев и мусульман. Ну и что? Это обязанность моя. А в храме это означает подчиненность ему непосредственно. А сейчас и Тихий фактически пошел в московскую патриархию. Мы его еще пока признаем, и на 5 лет пока поминаем, но это тоже шапка, еще немножко, и прямое указание может быть, чтобы не поминать. Брат, собрание страты. И еще раз скажу. Коротко. Задумаемся, будем убиться, и никого не бояться. Старозаконие 6.13. Господа Бога Твоего, бойся! И надо просить страху. Притча Соломона 3.7. Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся Господа, и удаляйся от глаз. Не мудрствуй сверх того, что написано в Священном Писании. Притча Соломона 24.21. Бойся Господа и Царя, с мятежниками не сообщайся. А притча Соломона написано тогда, когда в Старстве Израильском полный покой был. Никаких мятежников не было. А нельзя было, он сразу обезглавливал их. Поэтому предупреждение означало смерть. Сирахов 8.33. Бойся Господа и почитай священников, и давай ему часть, как заповедано тебе. Старик 4.21. Не бойся, сын мой, что мы обнищаем. У тебя много, если ты будешь бояться Господа Бога. Главное бойся. И самое малое, что у нас есть, будет многим. И об этом надо просить Господа, чтобы всякое сомнение, страх был удален от нас. Не бойся убивающих тело. А души же не могуще погубить. Слово душа, которое отрицает некоторое, в Библии встречается 721 раз. Ну как же ее можно отрицать? А тело только 300 раз. Есть такая поговорка, говорит, хочешь быть богат, а отдай душу вам. Это большая разница. Если для тела ты хочешь богат, то жить, то придется совестью поступить. Слово прямое указание не бойся, прямо с посвященным знаком почти, 77 раз. Я думаю, не случайно именно такие цифры раскладают. Не бойся прямое указание. Не инфинитивная форма, а указание. 77 раз. И 52 раза обращаются не бойтесь, хотя этот глагол 129 раз встречается. Послание Иеремия, это слово, указание 5 раз. Не бойся, когда ты пойдешь, увидишь идолов, как они поклоняются, как они думают, что не поклониться им, что-то у нас случится. Не бойся. Пророк Иеремий предупреждал идущих в Вавилонский плен. 3 Ентро 16,76. Не бойся, ибо Господь Бог ваш вождь. У нас просто было бы, если были сектанты. Вообще бы разговаривать было не о чем. Но чтобы быть сепископом, нам надо показать смирение. И мы будем стоять на этой позиции. 3 Езры 4,8. Не бойся множества их и не страшить нападение их. Они всегда говорят, нас много, а сколько вас есть, вот поддержка нам. Не бойся, что их много. Исайя 51,7. Послушайте, у кого в сердце закон мой, не бойся поношения от них. Вот и все. Откуда ответ идет? Тогда мы не будем бояться, когда у нас в сердце будет закон Божий. То есть если будем уговорить такого Божия, будем свидетельствовать. Иеремия 10,5. Не бойся их, ибо они не могут причинить тебе зла. Это нам утешение сегодня. Господь дает через пороха Иеремию. А он утешал царя, пойдешь в плен. И в плену он боялся не вавилонского царя, а те, которые вперед меня ушли, в вавилонский плен. Я боюсь, они меня там убьют. Вот и самые опасные те, которые были с нами, а потом перешли куда-то. Иеремия 40, глава 9 стих. Не бойся служить халдеям. Врагам. Главное, ты будь верен мне. Агей 2,5. Дух мой пребывает среди вас, говорит Господь. Не бойся. Хочешь убедиться в этом? Молись царю небесным. Приди и селись в нас. Матфея 10,31. Не бойся, Господь говорит. Вы лучше многих малых птиц. Посмотрите, как осторожно ведут себя птицы, звери, сохраняя свою жизнь. Нам же заповедано не только быть осторожными, но быть внимательными, уповая на Господа. Господи, сколько у нас было впереди нас, христиан, которые надеялись на тебя, они были постыжены или нет. И когда мы на это время обратимся назад, после мы будем очень сильно удивлять, и как дивно провел нас Господь. Аминь. 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 Аминь.